вы любите играть в боулинг я например не особо и слава богу потому что иногда там может твориться такое всем привет вы на канале культовое кино и на этой неделе я решил заглянуть на стриминг где мне приглянулся трейлер фильма последняя ночь в террас лэйнс который я и посмотрел чтобы рассказать о нем вам старый боулинг террас лэйнс сносят чтобы построить на его месте модный кондоминиум и в последний день его работы туда наведывается компания молодых людей не знаю что это место было выбрано лидером сумасшедших культистов для того чтобы устроить там кровавую баню которую одеты в одинаковые худи и белые маски психи там и устраивают убивая практически всех посетителей кроме нескольких человек среди уцелевших оказалась молодая девушка кеннеди со своим папашей работавшим в боулинге барменом и вместе они постарались не только выжить но и спасти подругу кеннеди тесс которую культисты захватили в качестве заложницы а нас с вами в качестве заложников захватил монтажер довольно неплохого трейлера этого фильма в отличие от персонажа актрисы мера и робертс мы в любой момент можем выключить этот директ увидел недоразумение от epic pictures и пойти заниматься своими делами ибо в этой картине нет практически ничего что могло бы привлечь наше внимание или развлечь но во всем по порядку позиционируется last night at the rest lanes как хоррор-комедия что лично мне довольно удивительно ибо никакой особой комедии я там не усмотрел если не считать конечно пары эпизодов где натужно пытались шутить но все мимо к жанру хоррор впрочем лента формально относится и нас даже пытаются пару раз напугать клишированными откровенно лениво реализованными пугалками которые также как и юмор в ленте не работают чисто по факту это конечно же хоррор точнее низкобюджетный дтв слэшер видеолейбла и и вот канала dread вышедший в серии dread originals где между прочим было кое-что интересное например микробюджетная 35 тысяч долларов сенсация tarifier породившие на данный момент два сиквела собравшие кучу миллионов last night at terrace lanes впрочем это не новый tarifier никаких денег он не соберет учитывая тот факт что фильм отправился сразу в интернет даже минуя физические носители что вероятно было обусловлено его качеством которое скажем прямо оставляет желать лучшего нельзя сказать что фильме вот прямо все плохо но нехорошо в нем очень многое начиная с творческих аспектов и заканчивать технической реализации я правда не уверен что создававшие эту ленту люди думали о творчестве но откровенно логичный и невыносимо тупой сценарий изначально не давал картине много шансов а учитывая тот факт что для режиссера джейми нэша этот проект стал полнометражным дебютом до этого он снимал лишь эпизоды антологии и короткометражки и подавно нет есть конечно начинающие режиссеры круто выстрелившие уже своим дебютом но это не тот случай и аномичная постановка джейми нэша еще больше топит сценарий который в руках более опытного и талантливого постановщика возможно смог бы превратиться во что-то более достойное но в руках джейми нэша он превратился в тупой слэшер с неинтересной плоской картинкой практически полным отсутствием динамики и плохо поставленным экшеном с убийствами ради чего собственно такие фильмы и смотрят нет убивают тут конечно много но по большей части очень криво и ненатурально а зачастую и вообще за кадром или на заднем плане и в этом я думаю тройная вина не способного поставить грамотный экшен режиссера выделивших на это кино очевидно небольшой бюджет продюсеров среди которых затесался кстати постановщик ведьмы из блэр эдуарда санчес и специалистов по спецэффектам вынужденных работать с дыркой от бублика в качестве бюджета на грим и кровавые эффекты в результате чего они пошли по пути наименьшего сопротивления снабдив фильм примитивными эффектами и просто залив боулинг кровью чтобы хотя бы на общих и средних планах казалось будто там устроили кровавую баню а монтажер потом со всем этим не заморачивался и криво смонтировал получившийся в итоге материал иногда пропуская откровенные ляпы вроде видного в одном моменте троса за который потянули каскадеры чтобы имитировать ударную силу выстрела из дробовика немножко изменить композицию кадра или почистить трос на компьютере в этом эпизоде конечно никто не догадался вот так например нельзя было сделать что ли если другого ракурса не сняли ну и дополняет негативные стороны картины но на им каст среди которого можно выделить лишь сильно смахивающую на кудрявую татушку лену катину из легендарного поп-дуэта тату если кто не понял франческу капальди которая в некоторых ракурсах ну очень похоже на молодую катину включая некислую грудь еще можно выделить ее экранного папашу кена арнольда который в общем довольно неплохо чего нельзя сказать обо всех остальных актерах ленты которые откровенно плохи а должны быть по идее супер харизматичным предводитель математического кровавого культа кристофер волкер настолько бездарно блеклый и совсем никакой что даже на фоне других актеров бездаре он выглядит ну очень слабо поэтому воспринимать его персонажа всерьез нет никакой возможности ведь он по идее тут главный антагонист которого нужно бояться однако бояться зрителю тут надо не его а уже упоминавшегося со мной монтажера трейлера который умудрился его смонтировать из очевидно проходного низкобюджетного материала вполне себе продающим на что я собственно и купился подумав что давненько у нас не было масштабных слэшеров в здании боулинга с кровавыми убийствами и вот этим вот всем да и удачный плакат в ретро стиле мне тоже картину продал молодцы маркетологи epic films что сказать профессионалы но и вы не лыком шиты если читаете сайт и смотрите мой канал поэтому теперь знаете что не стоит покупаться на плакаты трейлер последней ночи в террас лэйнс который оставлю вполне заслуженную двойку и который недавно появилась на наших стримингах смотрите и естественно не стоит ибо вокруг есть просто мега тонны куда более интересной качественной продукции и хотя картина идет всего 75 минут и в принципе смотрите ее не запредельно скучно я все равно не посоветовал бы вам тратить на этот откровенный проходняк свое время лучше посмотрите другие видосы на моем канале чем это посредственно дешевое кино и подпишитесь на него если еще не подписаны ведь впереди нас ждет еще масса интересного увидимся через неделю пока пока будет больно на мастер-сер-сер-сер-сер-сер-seфаке где-то Субтитры создавал DimaTorzok